Ассалам алейкум! Здравствуйте! С вами снова я, Гульнара, и это уроки каракалпакского языка. Мы уже начали проходить предложение. На прошлом уроке мы разбирали главные члены предложения, сегодня мы разберем второстепенные члены предложения. Но сначала, конечно же, повторение новых слов. На прошлом уроке мы пришли слова, которые относятся к семье. Семья – это шанарак, мама – это она – апа, а папа – это аке – ага, бабушка – апа – кем прапа, дедушка – ата, ажага – брат, ажапа – сестра, уке – братишка, энэ – тоже братишка, во многих случаях двоюродный братишка, агаин – родственник, карндац – сестра, родственница, парню, дая – дядя со стороны матери, дая – жорт, родственники со стороны матери, ул – мальчик, коз – дочь. Это слова, которые мы прошли на прошлом уроке. Сегодня не будет новых слов, вам нужно все это просто запомнить. Это бас лаош и паян лаош. Главные члены предложения – бас лаош, паян лаош. Бас лаош – подлежащие, кто, что, кем, не, не, лер, км, лер, км. И паян лаош – сказуемые. Что делать, что сделать, некол, да, некол, нава, да, некол, анда, в некоторых случаях – ко мне. Второстепенные члены предложения точно такие же, как и в русском языке. Это дополнение, обстоятельства, определение. Определение – это анак лаош, дополнение – толк лаош и обстоятельства – пысық лаош. Егінчай дарежели ағзалар. Анық лаош, толк лаош, пысық лаош. Итак, баян лаош – это сказуемые. Бас лаош отвечает на вопросы кем, не, не, нем, кемы, несы. Мы тоже прошли. Вопросы сказуемого не кылыватыр, не кылыватыр, не кылды, не кылынды. Иногда кем, не, кайырде, канша, ничего, кандай. И так далее. Итак, анық лаош. Анық лаош – это определение. Отвечает на вопросы кандай, кайсы, кем, ның, ненің, кайдағы, кашан, нише, нищенче. То же самое и в русском языке. Какой, чей, какой по счету. То есть, ну, в русском языке это все какой, а у нас здесь кандай, нише, нищенче. Запоминаем вопросы анық лаош. Кандай, кайсы, кем, ның, ненің, кайдағы, кашан, канша, нищенче. Нише, нищенче. Мураттың. Мураттың өкесе үшінші кластығы уқиды. Братик Мурата учится на третьім классе. Братик Мурата учится в третьім классе. Чей брат? Мурата. Мураттен здесь определение. А где здесь подлежащее? Попробуйте сами найти. Я буду читать и показывать вам определение, а ваша задача найти мне подлежащее и сказуемое. Много примерных учеников. Примерных. Это тоже определение. А где здесь сказуемые и подлежащие? Примерные учеников. Примерные учеников. Примерные учеников. Поэтому это определение. А на клауш. Где? Кайдаға лондондаға. Несмотря на то, что здесь указывается на место, здесь лондондаға это определение, не обстоятельство, потому что отвечает на вопрос кайдаға. Где? Кесе жахса у кейдаға. Напишите в комментариях, где здесь подлежащие и сказуемые? В этих всех предложениях. С определением все понятно, мы переходим к дополнению. Дополнение толок. Лауш. Дополнять. Толк лау. Толок. Толк лау это дополнять. Поэтому толк лауш. Дополнение. Вопросы. В русском языке всегда говорят все падежи, кроме именительного. Тоже самое с каркопакским. К сожалению, мы еще не прошли падежи в каркопакском языке. Они у нас есть. И поэтому все вопросы, кроме вопросов подлежащего, это толк лауш. Кэм де ненэ, кэм де ниде, кэм нен ниден, кэм ненен, кэм хакэнда, не хакэнда. Запоминаем вопросы. Позже мы уже будем разбирать это все по падежа. Мы увидели учеников. Кого? Учеников. Кэм лэрды. Ухушларды. Ухушларды здесь дополнение. Улар Парижды кэрп кайтды. Они увидели Париж. Так, здесь перевод немножко некорректный. Они увидели Париж. Улар Парижды кэрп кайтды. Улар это множественное число, поэтому они увидели Париж. А не он. Улар Парижды кэрп кайтды. Парижды. Нинэ. Они увидели Париж. Они увидели что? Здесь? Винительный падеж. Парижды. Нинэ. Вопрос Нинэ. Парижды. Палалар кусты аспанга у шуруп шпирта. Мальчики пустили птицу на небо. Кто? Мальчики. Нинэ. Кусты. Кусты. Если вы видите существительное. И у существительного есть дополнительные какие-то аффиксы. Но помимо лар, сэ, значит это дополнение. Задание тоже. Тоже вам задание. Напишите в комментариях, где здесь подлежащие, а где сказуемые. Толуклаош. Дополнение. А псхлаош. Это обстоятельства. Псхлаош. Псхлаош. Обстоятельства. Отвечает на вопросы. Как? Каким образом? Где? Откуда? Когда? С какой целью? Почему? Запоминаем вопросы. Обстоятельства. Он вчера приехал в путешествие. Здесь сразу два обстоятельства. Обстоятельства вместо. Саяхаттан. Откуда? Саяхаттан. Когда? Кеше. Ол саяхаттан кеше келді. Саяхаттан. Кайдан. Кеше? Кашан. Кашан. Кеше. Это обстоятельства вместо и времени. Саяхаттан кеше. Жиналыс мектепте болды. Где? Кайерде? Кайда? Кайда? Мектепте. Обстоятельства вместо. Муғалим таза теманы тез түсіндірді. Учитель быстры объяснил тему. Как? Калай? Тез? Тез? Быстры? Калай? Сырттан адамлардың даусы естілді. Сынарожы білі слышны қаласа лудей. Откуда? Кайдан? Сырттан? Это псықлауш. Обстоятельства. Также мы знаем, что в русском языке есть распространённые и нераспространённые предложения. То же самое и в Каркапакском. Есть нераспространённые предложения, где отсутствуют второстепенные члены предложения, но есть два главных членов предложения. Те? Мен кельдем. Я пришёл. Уол ухады. Он прочитал. Асан парды. Асан пошёл. То есть без участников второстепенных членов предложений. Но нужно помнить, что без главных членов предложения, в принципе, невозможно построить. Без главных членов, в принципе, невозможно построить предложение. Обязательно должно быть либо поддержащее, либо сказуемое, как и в русском языке, так и в каракопакском. Итак, сегодня мы прошли второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения – это Анна Клауш, определение, вопросы. Толклауш – дополнение. Вопросы всех поддержей, кроме именительного. Кімде, нене, кімде, нене, кімде, нене, кім менен, кім хақында и т.д. И пысықлауш – обстоятельства. Каким образом, қалай, қайтып, қайда, қайдан, қашан, қашаннан бері не себеп, не мақсет бенен. То есть вопросы, как, каким образом, когда, обстоятельства времени, места и т.д. На этом я завершаю урок. Думаю, всем все было понятно. Мы сегодня прошли второстепенные члены предложения. Напишите в комментариях, все ли вам было понятно, если что-то непонятно. Я вам снова объясню, мне не лень. И всем удачи. Пока-пока.